Дома Божьего Во время проведения фестиваля нуждающимся людям и малообеспеченным семьям раздавали теплую одежду и угощали горячими обедами. Для всех желающих был приятный сюрприз. Стильная прическа от профессиональных парикмахеров, кофе и чай. И все это бесплатно. Каждый день на фестивале проходили семинары на такие темы. Здоровье, уход за собой, воспитание детей, семинары для студентов и тех, кто готовится к поступлению в высшее учебное заведение. А также семинары, на которых свидетельствовали, что зависимость это не вердикт. Во время фестиваля проект «Украина без наркотиков» провел автопробег. Жители Святошинского района узнали, что выход есть. Раздаем людям визитки, раздаточный материал, где находятся наши контакты, куда они могут обратиться, получить бесплатную психологическую поддержку, консультацию, помощь. Люди из вчерашних наркоманов, из просто отвергнутых обществом людей становятся полноценными членами общества. Очень много людей, конечно, с разными зависимостями. Даже девочка подошла насчет зависимостей, что компьютерная зависимость. Мама подошла игромания у сына. В рамках фестиваля команда служения «Планета Д» успела провести клубную встречу. Как всегда, в самых ярких красках провели программу, начиная с библейской истории и заканчивая аквагримом. Тут футбол можно было играть, в хоккей. Ну, тут батуты очень хорошие, ну, чай бесплатный, кофе. Все тут бесплатное. Очень много людей и просто весело. Батуты, когда прыгали, было очень весело. Тут понравилось очень. Дети смогли здесь отдохнуть, повеселиться, подружиться. И, в принципе, цель нашего мероприятия – показать детям, что в Боге есть выход. Детям постарше также уделили много внимания. Развлекательные программы, молодежные концерты, танцы. Словом, весь второй день фестиваля был посвящен молодежи. Ведь именно они – будущее нации. В течение всего фестиваля атмосфера праздника была ощутима. Людям легко было остаться до вечерней программы, несмотря ни на что. Мы все нуждаемся во спасение. А каждый вечер на фестивале старший пастор Церкви Победы Генри Мадава делился словом, приготовленным Богом специально для жителей Святошинского района. Бог любит людей и проявляет свою силу в жизнях того, кто искренне Ему доверяет. У меня прошло, когда вы первый день здесь были, шел дождь, а я страдаю уже лет 15 аллергией. Я вот пришла домой, я честно вам говорю, это был четверг, да, с четверга на пятницу я не пила лекарства. И я вчера ничего не хотела, ну, говорить, потому что я решила проверить, думала, что это случайно. Я вчера не пила, мне кажется, и вот сегодня я третий день. Слава Богу! Совместными усилиями каждый служитель принес свет в наш город, а дальше мы понесем его в мир. Благодарим каждое открытое сердце за то, что приняли участие в фестивале «В Боге есть выход». В Боге всегда есть выход!